А вы знаете, что несколько дней назад жители Среднего Урала наблюдали картину, которую мечтали бы увидеть многие наши соотечественники? В субботу 24 марта прекратила свое существование главная телевизионная башня столицы. Не обольщайтесь Уральской! Да, это действительно не Останкинская игла, а всего лишь ее несостоявшаяся сестра, которая, впрочем, никогда не функционировала. В другой ситуации, я бы сказал, не самым плохим образом начался четвертый срок Владимира Путина, а так просто произнесу привычное. Начинаем! Хотя вообще, конечно, об этой башне стоило бы сказать несколько слов, и вот почему. А это ведь не просто кусок бетона, это масштабный глобальный проект, в который вложено огромное количество сил и самое главное средств, но обо всем по порядку. Стройку веков тогда еще Свердловски затеяли в начале 80-х, причем ударными темпами башню ту возводили и почти возвели, когда вдруг осознали, что она ведь высотой с Останкинскую получается, ну, на несколько сантиметров ниже. А где это видано? Чтобы башня в каком-то непонятном городе могла конкурировать с главной телевизионной вышкой страны? Да и опасно это, вдруг у кого-то ума хватит что-то неправильное через нее вещать? Короче, заморозили стройку. В Свердловске 80-х годов на этот проект возлагались поистине гигантские планы. Телебашня должна была увеличить дальность вещания в 2,5 раза, обеспечив устойчивый телесигнал по всей области. Нижнюю часть ее ствола зарезервировали силовые структуры. Там удобно было размещать радиопередатчики. Выше метеорологи собирались следить за уральской погодой, а на высоте 200 метров разместить самый высокий общепит на Урале. Тут должно быть находиться или кафе, обзорная площадка, позволяющая жителям города и гостям города познакомиться с городом с высоты птичьего полета. С развалом СССР всем стало не до телевышки, однако поддерживать ее в удовлетворительном состоянии все-таки было необходимо и опять пришлось тратить деньги. А кроме того, башню облюбовали вандалы, самоубийцы и экстремалы. Снова вкладывались, укрепления строили, охрану организовали. Молодые уральские парни и девчонки поползли на беззащитную башню, туда, внутрь, за стенку. Особо застенчивые совершили более сотни восхождений на высшую точку города. В 95-м году параллельно со стихийным освоением башни началось осознанное и эффективное ее использование. Причем практически по назначению, телевизионных целях. Нет, пустопорожняя коробка не стала, конечно, сама собой ретранслировать телесигналы. Но зато башня стала объектом для проведения на ней экстремальных акций и создания по их мотивам фильма. В начале 2000-х телевышку решили все-таки доделать. Из федерального бюджета на это дело даже выделили какие-то средства. Ну, как какие, 10 миллионов долларов. Однако к строительству тогда так и не приступили. Помешала юридическая казуистика. Выяснилось, что у объекта слишком много собственников. И вот спустя 10 лет, в 2013-м, к вопросу достройки вернулись снова. Юридические формальности уладили. Башню у всех остальных собственников целиком выкупили власти Свердловской области и понеслось. Обещание здесь будет город-сад. Организации проведения конкурсов на лучший архитектурный проект. Бла-бла-бла. То есть, представляете, сколько еще бабла туда вбухали. И вот он, апофеоз марта 18-го. К чему я это? Да просто представьте себе, сколько таких условных башен еще в стране отыщется. В которые сперва миллиарды вламывали, а теперь тупо уничтожают. Я вот слышал, в Челябинске, например, почти готовое метро сегодня закапывают. Денег на завершение работ нет, потому что... Ну это нормально для нашей страны, а это реальная журналистика. Снова с новостями из дурдома поехали. Ну а пока екатеринбуржцы наблюдали за тем, как сносят их телебашню, в регионе отменили прямые выборы мэров. И теперь главу того же Екатеринбурга будут избирать. А его, кстати, в сентябре должны избирать. У Ройзмана срок заканчивается, потому что... Так вот, избирать теперь градоначальника будут по старой доброй советской схеме. Это когда собираются дума, то есть свои пацаны. И голосуют ребята по принципу, пускай Валерон будет. Ну а если вдруг кого-то из пацанов кандидатура Валерона не устраивает... Не имеешь права, старший приказан? Давай-давай, шагай. Нет, но старший приказан... Справедливости ради надо заметить, что нынешние избранные народом мэры в тех пяти областных городах, где они до сих пор избирались, по сути своей являются свадебными генералами. Фактически же руководят муниципалитетами главы администрации или сити-менеджеры, которых назначают губернаторы. Именно за этими людьми остается последнее слово, именно они обладают правом финансовой подписи и так далее. А все эти ройзманы не более чем видимость демократии. Но у людей хотя бы такая демократия все еще оставалась, теперь и это забрали. Для города прямые выборы дают возможность иметь свое слово, раз, быть услышанными, нивелировать самые негативные тренды, хоть федеральные, хоть мировые, но и вообще просто иметь свое лицо. Отмена прямых выборов в первую очередь это неуважение. Я тоже не сторонник отмены прямых выборов мэров, но вот сейчас мне почему-то захотелось задать вопрос Евгению Ройзману и тем его сторонникам, которые вслед за Ройзманом начнут возмущаться по данному поводу. А не вы ли, Евгений Вадимович? А не вы ли, друзья? Во время последней и предпоследней избирательных кампаний едва ли не громче всех кричали «Мы не хотим в этом участвовать!» Призывали народ игнорировать всеобщее голосование, мол, нам не нужны такие выборы. Итог, чего хотели, того ведь и добились. Там посмотрели и сказали, ну не хотите участвовать, значит и не будете. Все! На кого теперь обижаться-то? Знаете, есть такая мудрая восточная пословица «Аккуратнее надо быть с желаниями, они имеют свойство сбываться». А вот эту историю прислал мне зритель и очень просил поднять данную проблему в эфире. Знаете, какую? Именно. Речь об интернет-казино, рекламой которого сегодня весь рунет забит по самые уши, и никто никак с этим не борется. А у моего зрителя сын-подросток постоянно просаживает деньги в тех лохотронах. Лудоман, так называется эта болезнь. Понятно, что человек не может следить за своим ребенком круглосуточно, и тот играет. А вот теперь представьте, сколько таких лудоманов еще сидят на сайтах каких-нибудь вулканов. Впрочем, я копнул чуть глубже, я фонарел вот от чего. Оказывается, на том же Ютьюбе существует огромное количество каналов, которые ежедневно устраивают стримы с азартными дурачками. Ну вот, пожалуйста. «200 забираю». «Нету». 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 Ну, есть ведь куча других интересных и в то же время азартных игр. Тот же покер, например. Пусть лучше в него играют, там хотя бы все честно. Это не Блэк Джек и не рулетка. Не умеешь играть, смысла нет садиться. К тому же, ребят, я не игрок, но даже я понимаю. Вот специально нашел сайт соответствующий. Во-первых, играешь ты тут с такими же игроками, как ты, а не с бездушной машиной, которая изначально запрограммирована на проигрыш. Сюда давайте заглянем. Человек может выбрать партнеров по своему уровню. То есть чуть сильнее, чуть слабее. Хочешь потягаться с крутыми игроками, получай статус VIP и вперед. Еще тут турниры, смотрю, проводятся. Пустячока приятно. Призы, подарки какие-то предусмотрены. А самое главное, на таких сайтах не тусуются малолетки и пенсионеры. Не просаживают последнее. Ну, о них же никто не говорит. Зато про Азино Тритопора каждая собака в нашей стране слышала. Казино и покер нельзя путать. Надо отделить покер, сделать федерацию интеллектуального спортивного покера в России. У нас много игроков русских, очень высокого уровня, которые выигрывали чемпионаты. Я даже уверен, мне сейчас начнут предъявлять, вот рекламируешь азартные игры. Да пусть люди лучше в такие игры играют. В покер, в шахматы, доходив дурака. Но с лохотронами с этими надо что-то делать. Где вообще Роскомнадзор бывает в таких случаях? С расследованиями Навального борется. Да лучше бы делом настоящим занялись. Ладно, все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok